Бетховен писал музыку симфоническую, и в симфонии, конечно, Бетховен оказался тем человеком, тем композитором, который как бы подвёл итог венской классики, а он представитель венской классики, подвёл итог, и не только подвёл итог, но очень развил вперёд, вернее, двинул симфоническую музыку, намного вперёд открыл границы. Почему? Потому что вот это бурное время, в которое он жил, он сумел так глубоко отразить в музыке. Всё, чем человек жил, его трагедийные состояния, его спокойное созерцательное отношение, скажем, к природе, и в то же время, наоборот, бурный протест против несправедливости, всё это Бетховен сумел сделать. Почему в девятой симфонии он использует хор? Да потому что ему хотелось, чтобы люди, вот услышав такую симфонию, такую музыку, сумели бы как бы объединиться вместе, недаром он там этими словами и призывает всех людей объединиться и стать братьями. Это призыв к миру, к дружбе. А что это значит? Это и есть наша сегодняшняя с вами идея, правда? Так что, видите, не только в музыке, но и своей всей жизнью Бетховен показывал как раз образец того, к чему он стремится. И я думаю, что и фортепианные его сочинения, в том числе, вы правильно называли и хорошо знаете, некоторые просто, может быть, иногда не знаете, что Бетховен это музыка, но слышали и знаете их. А сейчас давайте попробуем. Вот Ярослава как раз напомнит нам одно из произведений. Какую ты будешь сонатом? Патетическую. Патетическую. Вот первую часть патетической сонаты. Давайте от этой музыки оттолкнёмся, послушаем и сразу поймём, чем жил Бетховен, потому что это очень характерное произведение для него. Пожалуйста, Ярослав. Патетическое. Патетическое. КОНЕЦ 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 одним из самых тонких слухов, и вот теперь этого слуха лишаюсь. И когда, в общем, он почувствовал, что эта болезнь его неизлечима, то даже был период жизни совсем просто настолько неприятный, настолько трагичный, что Бетховен даже думал покончить жизнь самоубийством. Но нашел в себе силы, как он сам сказал Бетховен, он взял свою судьбу за горло. И вот это как раз позиция его жизненная, что он сумел побороть этот недуг жуткий, представляете, он глух, а в конце жизни он практически не слышал ничего. Он общался с другими через тетрадь, знаете, имел тетрадь, писал, и они отвечали ему тоже, только читал, он ничего не слышал. И вот этот композитор именно в этот момент создает свои самые гениальные сочнения. Вот, скажем, девятую симфонию он написал уже совершенно глухой, или, скажем, торжественную мессу, тоже ораторию большую для хора, оркестра, солистов. И вот также он сумел и музыке доказать, что тогда, когда человек, человек имеет сильную волю и, самое главное, здоровое направление в жизни, он был оптимист при этом. И он верил, что человек может и добьется наверняка в жизни успеха, если будет по-настоящему работать, трудиться и будет преодолевать невзгоды. И вот в этой патетической сонате как раз так и есть. Вы чувствуете вступление какое? Неприятное, правда, сумрачное такое, которое показывает, что что-то у человека, в общем, какие-то над ним сгустились тучи. И как постепенно вот этот волевой характер главной партии показывает, что человек сумел преодолеть эти невзгоды. И я думаю, что это, наверное, и есть самое главное в музыке Бетховена. Бетховен композитор, который имеет очень твердую основу, уверенную. Уверенную основу он верит, что человек должен победить, должен обязательно достичь успеха. И он своей музыкой и призывает к борьбе за счастье людей. Вот это, пожалуй, самое главное, правда? И мне думается, что вот даже вспоминая совсем другое, скажем, фортепианное сочинение, вот лунную сонату, кто-нибудь из вас знает хоть немножко ее? Мог бы так напетельно играть? Да, Оля? Ну попробуй немножко. Сейчас мы все вспомним, что это такое за лунная соната. Лунная соната Вот видите, ну эту музыку все знаем, правда? Видите, в ней как будто сейчас нет волевого начала. Наоборот, такое раздумье, но раздумье тоже, в котором чувствуешь силу человека. Его разум высокий. Вот мы сегодня вспомнили, что он написал симфонии, он писал фортепианную музыку. А не знаете, Бетховен оперы писал, интересно ли? Да, да. Какую оперу? Кто знает? Фиделио. Вот, видите, опять показатель того, что Бетховен композитор, который стремился обязательно людей поднять на борьбу за счастье. Ведь опера, это Фиделио, как раз героическая опера. Как женщина Леонора делает все героини оперы для того, чтобы добиться счастья для своего народа. Правда? Вот видите. И, может быть, даже кто-то из вас знает, вот такая детская совсем песенка, Сурок Бетховена. Никто никогда не слышал? А на чей текст она написана? Никто не знает. А ведь это текст великого Гёте. Представляете себе? Вот, пожалуйста, вам. Опять очередной пример. Бетховен был сыном своего времени настоящим. Он написал одну увертюру, которая называется, может быть, кто-то из вас знает? Эггмонд. Эггмонд. Правильно, молодец. Увертюру Эггмонд. Это ведь основой-то послужило, что произведение Гёте, Эггмонд, это опять герой. А ещё Бетховен очень много отдал своих сил для того, чтобы двинуть вперёд музыку камерную. Некоторые из вас, может быть, даже слышали и знают. Например, Крейцерова соната есть у неё такая. Это произведение для скрипки и фортепиано. Есть большое число квартетов. Вот в этом жанре Бетховен особенно достиг высоких результатов. И, кроме того, скажем, он написал большое число, вернее, не написал, а обработал народных песен. Это шотландские песни, это песни народов Европы, в том числе и русские народные песни. Видите, как оказывается, Бетховен какой был человек. Настолько широкий его был кругозор. И стремление, самое главное, сделать музыку достоянием всех людей. Так давайте, ребята, сейчас все вместе послушаем музыку великого композитора Людвига Ивана Бетховена. Скорей, скорей, проснись, равнина, пора проснись. От тяжких тем не сна, укрась себя роскошным убором из цветов, живых цветов. По кровам изумрудных племорки одевай, просыпи две пиралки. Идет, идет нам светлый май. Идет, идет нам светлый май. Постань, родина, пробудись, готовься и встречай. Идет, идет нам светлый май. Песня, родина, пробудись, готовься и встречай. Песня, родина, пробудись, готовься и встречай. Песня, родина, пробудись, готовься и встречай. Наш уносит далеко. Грёзы весь мир объявляют, Лишь соловей из ревых полных, Восторгом в небе сверху снега. Грёзы весь мир объявляют, Лишь соловей из ревых полных, Восторгом в небе сверху снега.